Всем привет! Спасибо вам огромное за то, что пишите комментарии. Я их читаю с удовольствием и интересом. Иногда просто даже радуюсь и веселюсь, когда начинаются комментарии не относительно музыки, о которой идет речь, относительно меня. Один там есть персонаж, он помрачительный, которого я блокировал уже раз 15, наверное, он все равно пролезает. Пусть пролезает. Мы живем в свободной стране, пускай несет свой бред. Очень даже интересно слушать. Благодарю также всех тех, кто поддерживает этот канал, используя ссылки, не ссылки, господи, какие ссылки, используя инструкции, информацию под каждым роликом. Очень интересно, очень хорошо. Я, кстати, свой email там оставлю. Почему-то я не оставлял, оставлю email, проще будет общаться через email. Вот, а сейчас опять-таки один из комментариев, опять-таки один из постов, опять-таки одно из писем, которые я там получаю в этом самом ютюбе от вас, про Элтона Джона. Я могу сказать про Элтона Джона, что это был период в моей жизни, когда мне было лет, наверное, там к 30. Ну, собственно, конечно, и раньше это было все, это любовь к этому музыканту, к данному, к герою сегодняшнего выпуска. Ну вот период в районе 30, там 28-38, наверное, я был так увлечен творчеством Элтона Джона, что собрал практически все, наверное, на тот момент времени его пластинки и слушал, не изучал, конечно, я ничего не изучаю. Это не та область науки, которую нужно изучать. Я наслаждался и слушал эту музыку бесконечно просто, в очень больших количествах. Любовь от никуда не ушла, она со мной осталась, я Элтона Джона безумно люблю, точнее, его музыку. Да. Но в силу того, что очень много музыки другой, то как-то я много лет, наверное, не слушал. У меня не так много осталось пластинок Джона, хотя, в общем, достаточно приличное количество, но вот благодаря одному из писем я вернулся к Элтону, переслушал кое-что. Не могу сказать, что мне это очень понравилось, потому что мне это нравилось всегда. Я никогда не говорил, что Элтон Джон играет плохо. Ну, Элтон Джон – это вообще один из героев рок-н-ролла, который в Советском Союзе был, можно так сказать, в фаворе. По радио его передавали периодически по этому самому, по проводному, из стенки, которая торчала. Была такая передача «Ваш магнитофон», и там иногда передавали записи иностранных артистов, в том числе Элтона Джона передавали. Прокл Харм, по-моему, Юрай Ахип как-то там проскочил. Элтон Джон тоже был с комментариями ведущего, да, «Желтая кирпичная дорога» и так далее, тому подобное. Очень хорошая пластинка, безусловно, что тут говорить. Вот. И, собственно, Элтон был одним из первых, наверное, таких больших рок-музыкантов, которые приехали в Советский Союз с концертами в зале Октябрьский, в Ленинграде он выступал. Правда, он приехал только с Купером, с перкуссией и фортепиано, но все равно это было здорово. А я ходил лет десять назад на его концерт с дочкой в Ледовом дворце. Все было хорошо, с бэндом, с большим, с оркестром даже частично. И очень круто. Правда, голос уже ушел в низкий регистр, но все было прекрасно, дочка была потрясена. Как это вообще, как это здорово. Человек играет и поет, и такие песни изумительные, да. Не снижает марку. Я в поздних альбомах Элтона запутался, честно говоря, потому что у него постоянно что-то выходит, а я перестал отслеживать его новинки, но вот одна из его таких более-менее свежих пластинок 16-й год, правда, но это уже давно, да, совсем. Очень рекомендую. Тут все песни блестящие. Пластинка очень печальная, на самом деле, очень печальная, такая пронизана болью. Но песня The Strain Don't Stop There Anymore, последняя вещь, это одна песня стоит всего альбома просто. Весь альбом тоже хороший, но эта вещь, она просто, ради нее стоит купить пластинку. Посмотрите, в YouTube концертная версия этой песни. Еще раз скажу, The Strain Don't Stop There Anymore. Очень любил я пластинку Jump Up в свое время. Это наши ревущие 80-е, кто бы что не говорил про пластик, но понятна классика всех времен и народов. Rock of the Westies. Плохих альбомов не наблюдаю. Я вот листаю и не наблюдаю. Очень любили мы со свином Андреем Пановым пластинку The Fox. Вот эту. Очень она нравилась и слушали ее очень часто. Классика нетленная. А вот даже Майк Науменко, который терпеть не мог вот это все, так называемый классический рок, Майк Науменко обожал. Говорил, что это единственный альбом у Элтон Джона, который он может слушать. Хонки Шату я очень люблю. Еще один Madman across the water. Tumblr with connection. Прелестнейшая штука. Про большинство этих альбомов я сделаю отдельные ролики, потому что они просто, ну они стоят того. Согласитесь, согласитесь, согласитесь. Даже вот про этот я расскажу. Хотя он такой считается попсовый. Но сегодня я хочу вспомнить про эту пластинку. На самом деле Blue Moves называется она. Это у нас какой год-то, господи? 76-й. Да, конечно. Вот такой вот разворот. Двойной альбом. Разворот очень обманчивый. Вот это идиотское веселье, которое здесь изображают музыканты, оно абсолютно не соответствует содержанию альбома. Абсолютно. Потому что это грандиознейшая симфоническая полистилистическая работа Элтона Джона. И он говорил, не знаю, говорит ли он сейчас это самое, но в свое время он говорил, что это его лучший альбом. Что это лучшее из всего, что он написал, сочинил, записал и исполнял на концертах. И отзывы на этот альбом очень разные. Одни пишут, как многие, как и про белый альбом Битлз, кстати, многие пишут, что фу, как это растянуто. Вот если бы собрать все это в один альбом, было бы неплохо. А так все растянуто, много проходных песен, ля-ля-ля, ба-ба-ба. Вот это вот нытье, я его ненавижу, на самом деле. Вот это нытье. Вот, вот, вот. Не спросил Элтон Джон, конечно, Петю Пупкина, как ему компилировать свой альбом. Ну, глупость сделал Элтон Джон. Глупый человек. Вы посмотрите на него, ну, идиот же полный, правда. Не спросил Петю Пупкина, как ему собирать альбом Blue Moves. И получилось то, что получилось. Получилась прекраснейшая запись, прекраснейшая. Здесь, как говорится, человек наплевал на бюджет абсолютно, потому что здесь два симфонических оркестра, Лондонский симфонический оркестр в полном составе, и еще один оркестр, мне не помню, как он называется, струнная группа из этого оркестра взята. Два разных хора. Масса музыкантов, помимо группы Элтона Джона, группа, понятно, Рэй Купер, Дэвид Джонстон, Джеймс Ньютон Ховард, Кенни Па Па Сорелли, Роджер Поп и Халиб Куай. Ну и плюс еще целая толпа народу бэк-вокалистов, бэк-вокалисток, кого только нет. Ну и два оркестра. И музыка на любой вкус, что называется. Но при этом все это сжато под стиль Элтона Джона. Узнаваемый абсолютно, который ни с кем не спутаешь. Прекрасный мелодист, исключительный певец, очень сильный исполнитель, не побоюсь этого слова, и превосходный композитор, конечно. Начинается, здесь три инструментальных пьесы. Сейчас я посчитаю, по-моему, три или четыре. Сейчас я пробегусь, по-моему. You Started For, первая штука, минуты 25 секунд. Я когда услышал этот альбом, мне было лет 17, наверное, мне мой друг Вальдемар поставил пластинку, первую вещь, вот эту You Started For, и я сразу был куплен просто вот этим инструменталом коротким. Такая красота, такая пьеска просто изумительная, так тонко, так все, так тонко, так драйвово, так быстро, летящая абсолютно, летящая музыка, сверкающая летящая музыка, как какая-то вот такая птица пролетела мимо, достаточно когтистая при этом еще. Следующая песня Tonight, кто же ее не знает, изумительная баллада, которая начинается с большой оркестровой части. Вот здесь как раз лондонский симфонический оркестр, такое симфоническое вступление, наполовину примерно хронометража, а потом Элтон поет Tonight, изумительную свою балладу. One Horse Town, сразу после лирической Tonight, ракешник с симфоническим оркестром. И оркестр распрягается, такое ощущение, что музыканты побросали свои фраки, посрывали эти фраки, бабочки и манишки, все это выбросили и начали давать просто рок-н-ролла, не переставая играть при этом с синкопами, с такими в полной палитре. И все это так вломил просто Элтон с оркестром здесь по-настоящему. Chameleon трогательная, трогательная, красивая, незабываемая песня, можно сказать. Boogie Pilgrim на второй стороне, первая Boogie, классическая Элтоновская Boogie, песня, которая могла бы быть и на Tumbleweed Connection, и на Don't Shoot Me, I'm Only Piano Player. Прямо вот классика Элтона. Те, кто любит его музыку, те Boogie Pilgrim с удовольствием будут слушать. А вот Cache the Songbird, песня, посвященная Эдит Пиаф, здесь у нас присутствует Дэвид Кросби и Грэм Нэш в качестве бэк-вокалистов. И акустическая баллада, такая в сторону американской фолк-музыки, в сторону Кросби Стилс Нэш Янг местами, а местами и нет, но все равно это Элтон Джон, все равно это хоть и акустическая, хоть и Кросби и Нэш здесь присутствует. Удивительный такой коктейль Элтон собрал. Crazy Water, неожиданно диско пошло. Но диско не евродиско, как вот эта электронная такая история, диско цык 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 цык. А диско исконно пасконное американское, с перкуссией, с барабанами, с живыми, с живяк, с духовыми. Все прямо вламывает очень крепко. Шелда Холста, опять возвращаемся к традиции Элтона Джона, к его рок-н-роллу в прочтении этого замечательного пианиста. Точнее в интерпретации этого замечательного пианиста. И третья сторона. I'm sorry, seems to be the hardest world. Кто же не слышал эту песню? Самая такая на разрыв души, самая трогательная, самая его проникновенная. И ее вот как раз можно сравнить вот с этой штукой, про которую я говорил в начале. по внутреннему содержанию, по внутренней боли, по душевности. The strain don't stop there anymore. You're sorry, seems to be the hardest world. Они не похожи абсолютно. Но вот по лирике своей, не по тексту, а по лирике, по душевности, по поэтике большой. Они очень похожи. Out of the Blue инструментал, но уже на 6 минут. И он кажется развитием первой пьесы инструментальной, с которой начинается альбом. Ее развитие. Большая форма уже, 6 небольших минут. И так же все красиво, так же все быстро, так же все здорово. Between 17 and 20. Эту я пропускаю песню почему-то. Ну, потому что она мне не очень нравится просто. Someone Final Song. Последняя песня. А предпоследняя, The White Eye and Laughing. Это нечто удивительное. Это просто американская психоделия какая-то, которую заиграл Элтон Джон. Ситар с синтезатором из фортепиано. Такой космос в звуке. Неожиданный. У Элтона Джона такого не было никогда и нигде. Это удивительное произведение. Совершенно. Where is the Shura. На четвертой стороне. Классика с хором. С большим хором. Торжественно и красиво. Is there a God in heaven. Не менее интересная штука. Но я хочу перейти сразу к песне Idol. Третья на четвертой стороне. Джаз а-ля Фрэнк Синатра. Только исполненный мощным голосом Элтона Джона. С мощным инструментальным сопровождением. С оркестром. С рок-группой. И такая джазовая тонкая история. Idol. Очень красивый. Вообще альбом конечно несмотря на отрицательные рецензии. Которых ровно столько же сколько и положительных на самом деле. Одни люди обожают этот альбом. Другие ненавидят. Третьи вообще его не слышали. Для тех кто его не слышал никогда. Я говорю что это очень хорошая пластинка. Я ее очень рекомендую. Я ее очень люблю. И не обращайте внимание на это идиотское веселье. Музыка очень серьезная. Глубокая. Интересная. И навсегда с вами останется. А я пошел пить. Пока.